всем привет у нас споры возникли в общем мы делаем домашнее задание для первоклассников у нас вот такое задание сфокусируй вот нужно продлить и написать написать да то ли имя отчество фамилию то ли фамилию имя отчества или просто сергей витальевич у нас выдал версию что это карпов михаил а дальше уже не знает братцы в общем я пошла гуглить вот тут еще мы не написано тут понятно а еще мы вот здесь делали чуковские бианки это тоже самое так может тут не имя отчество нас просто имена а может это борту может это буква бы ну да это мы так бы пишем может это борту здесь здесь наверно михалков откуда здесь михалков соединение на вы пошло доходы а вот это последнее а последнее я даже не знаю что кого вы еще изучали каких писателей то еще изучали борту михалков борта мы не изучали михалков не изучали до как это но я тут не бианки ну что мама в ступоре старшая сестра в ступоре папа пошел я от вас злые вы чаю пить в общем а мы в интернет смотреть встретимся чуть позже не успела хотела заснять как он на голове стоит егор у нас уроки пытается делать до него а вот так мы уроки делаем я еще не знаю какой вот результат ты написал там слова на черновике нет а что ты все это время написал за все это время можно сказать ничего не написал вася почти все написала уже все ну вот только вот эти мы не знаем ну надо посмотреть что это такое в общем там начальные буковки стоят половинки от буковок и нужно угадать слово записать очень мы пока не знаем егор отчета за столом не делаешь и где у тебя стул тебе опять лень стул принести да иди давай за стул нужно за столом делать егор а у мы тут маши хоть нам ручкой что ли ну ручкой ты помаши скажи всем привет всем хорошего настроения но вас куда ты мой стул тащишь он разломанный не надо ой егор я давай повторим а то я видишь тебя перебила много еще разок давай всем хорошего дня ну и так можно еще у нас сегодня более-менее еще настроение так пытался пару раз закричать но пирожок хочешь я за обедом съешь свой пирожок он сегодня утром без пирожка у нас остался а почему ты без пирожка остался скажи нам егор мама тебе не дала пирожок папа тебе не дал пирожок а что случилось ну-ка скажи нам громко скажи никто лишь не слышит да он не успел просто-напросто я ему и говорю что егор вот мама-то с папой все для тебя сделали и кушать тебе припасли а он как всегда нога за ногу то не хочу это не хочу и время ты уже осталось нам 10 минут до урока быстрее быстрее в машину грузится а он только все спускается вот такие у нас пирожки да да ладно за обедом съешь нас папа вчера пирож дежурный по пирожкам был до розочки найти вот по типу как плюшечки только форме розочек пикарь пикарь да все слышали папа у нас пикарь нет уж ровно не поедем да простите будем вас качать и дергать камерой в общем такие у нас дороги у нас я так понимаю весна ну что-то так не очень радостно пока может порадость не будет когда зеленые листочки станут появляться деревья будут распускаться все зеленеть тогда будет повеселее а пока сегодня у нас небольшой инцидент произошел васюша у нас прямо около школы упала в лужу да васюш не пошла она уже домой потому что и времени то не было мы из-за егора чуть-чуть не опоздали сегодня она пошла в школу у нее там только что вот один сапог был мокрый нога промокла ну в принципе как бы не критично но на целый день ходила вот не был мокрый носок вот нас водитель пытался пропустить подождилась пытался пропустить на перекрестке а у него да не смотрит на знаки у него приоритетное но может быть он по памяти еще ездит тут же раньше по-другому было как бы ну должен был пропускать но все равно на знаки смотреть надо в общем вот а завтра у нас дети учатся с 11 часов первоклассники по каким-то там техническим причинам в школе нет по производственной необходимости как нам учитель написала в вайбере вот и я-то надеюсь что вот этот гололед его уже не будет как он был с утра когда мы их сегодня отвозили потому что но у меня только две руки и как-то выходили в больницу да мне пришлось васюшу дома оставить а его разница только на прием везти васюша уже справку написали по словам мамы что с ней все хорошо потому что ну реально ну как я вот притащу всех троих был гололед страшный вот на дорогах конечно у нас снега давно давно уже нет тротуаров вот смотрите у нас тоже практически нет даже если пройти здесь то чистым не будешь у нас ролик мы гуляли с леры по городу в общем минус одежда была платы за эту прогулку нам пришлось оперистировать мы сейчас едем с васей другую поликлинику неврологу в общем мы попросились к ней и она нам не отказала на бесплатный прием на к ней сначала платно пришли вот мы сделали обследование платные сделали узи главного мозга сейчас мы везем ей ответ принимать она нас будет поликлинике бесплатно ну может быть даже только я наверное зайду в кабинет я там не знаю как еще что я так понимаю что между талончиками она примет потому что у нас работа специалистов четко разграничено по талончикам запись на месяц иногда на два ты не записывают на месяц точно вот вперед так все сложно да а некоторых специалистов вообще даже ставок нет в городе таких специалистов не то чтобы не хотят работать работать то может быть и стали а не предусмотрены специалисты сами ставки не предусмотрено это все оптимизация нашего здравоохранения даже вот сейчас смотрю как вот развиваются события с этим коронавирусом мы все сначала шуточки шуточки а тут я включаю смотрю ну вообще-то да вот в европе уже близко к панике у людей многих паника постоянно все в масках поголовно ходят китая это вообще наверное даже накажут если ты не в маске а у нас я не знаю если у нас случится да даже не коронавирус просто элементарно массовое отравление случится и у нас будет задница потому что из-за оптимизации здравоохранения нашу детскую инфекционную больницу переделали в детско взрослую у нас на первом этаже взрослые с инфекционными заболеваниями у меня понимаете товарищи взрослые а на втором этаже у нас детское отделение вот как то так я конечно не знаю как это все уживается и как на все это роспотребнадзор смотрит роспотребнадзор не то говорю не росфельхоз а роспотребнадзор как на это смотрит видимо нормально смотрит он на это и вот мы считали с лерой потому что я же девчонками лежала в прошлом году они у меня отравились детском садике они у меня лежали им капельницы ставили я приблизительно знаю сколько там палат и я посчитала что если в палаты поставить еще по одной или даже по две кровати то в принципе наше отделение детское примет человек 40 50 все и это будет максимум забито полностью но вот смотрите если малыши малышей ты ведь с мамами еще госпитализирует то есть в общем все у нас как-то делается через одно интересное место через приключенческое ладно бы хоть только приключение через это место было а то и дела то все и детей растить приходится ходишь и выбиваешь то что положено нужно ходить и выбивать я сейчас не про пособие я сейчас вообще про то что вот нам положено медицинские осмотры до всем родителям положено чтобы их детей бесплатно лечили в нашем государстве нас этого нет мы все ходим и платим и всех все наверно устраивает ничего вас уж пойдем не могли с воськой не заснять пути профилактики кишечных инфекций сами делает плакатики что у нас вечер вернее уже поздний вечер дети в постелях нет сергей то еще не ночь дети в постелях сейчас я поднимусь посмотрим кто из них как спит я чё показываю вот мы остатки пряжи сейчас запаковываем тут вот в мешки ну там уж не разобраны немного до привоз но обе это чужих кого магазин отправим если вы слышите у нас его занимаюсь наверх вверх я с телефона ты не в трусах надеюсь уйди за дверь туда за дверь уйди у нас жарко нас кто во что гораст одеты так вот он но спать он пока не собирается пока мы были наверху он опять какие-то крюки слышно наверно выклики снежа уже почти спит васюша наверно уже спит а егор у нас опять курались но пока без скандала а девочкам приходится все терпеть я уже вот ходила сегодня с Васиной прием к неврологу в общем мы с ней поговорили и завтра я с Егором иду к ней ну правда конечно я на платный прием напросилась потому что ждать неделю пока у нее будет окно я не могу вот в общем я хочу послушать еще другого специалиста это два разных невролога один в нашей поликлинике был что от нас принимал и другой вот центральной поликлинике она в принципе тоже нас принимает бесплатно вот смотрите что у нас творится так это еще без истерики это сейчас у него настроение хорошее ему никак да в общем пойдем и завтра с ним вечером к неврологу а с Васей мы сегодня ходили нам дали направление тоже на энцефалограмму не знаю что она там может показать и потом уже от этого будем плясать дальше по какой причине у нее этот спазм идет непонятно может быть действительно вот нервничает переживает хорошо у нас снежок не нервничает и вообще не переживает так только иногда порычит и повесится если ей не хочется что-то делать уроки например но этот пять минут и все и дальше сияем да снежок да вот так а что тебе капли тебе капать а еще что тебе нужно ну лекарство мы уже приняли ну в смысле егор принял ну я тоже кстати витамины пью поэтому я и говорю что мы приняли лекарство не то что я себя как бы позиционирую вместе с ребенком как единое целое нет мои дети уже постарше поэтому я ну бывает я тоже еще говорю что мы мы но в основном говорю за детей отдельно то что егор лекарство принял вася у нас тоже лекарство настолько снежа без лекарств и она очень обижается не знаю куда телефон направить в общем к егору я не могу идти снимать он спит на девчонок направлять тоже комментарии отключат ой ух уж эти правила ютубовские да он не спит егор может и все таки у кого это укладываться будешь хоти каплю он хочет в общем вот такой у нас день сегодня получился не знаю там по времени сколько длинный недлинный распалится у егора скандал не распалится но это уже не страшно девчонки уже спят не проснуться если что ладно всем пока всем желаю нормального семейного благополучия вот и товарищи у нас весна на дворе берегите свое здоровье вирусы не дремлют они опять я не про модный вирус нет я про обычные вирусы в общем они опять у нас силу свою набирают вот наша центральная поликлиника сегодня я читал объявление на карантине так что берегите свое здоровье всем пока